Всем привет, друзья! Ставка 60 тысяч рублей на воскресенье. Второе видео обязательно посмотрите. Первое, это матч РПЛ, другие интересные поединки. В общем, очень много ставок в этом видео и РПЛ, и серия. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, переходите в телеграмм с дополнительными бесплатными прогнозами по ссылке в описании. Там же есть ссылочка на нашу беседу, где уже более 800 участников. Вы там можете обменяться своими ставками. Ссылки все в описании. Верона играет против Сусоло. В этом поединке, конечно, мы ждем голы. У Верона, правда, огромное количество потерь. Скорее всего, не сыграет ни Лазович, ни Гюнтер, ни Чекин, ни Велозу, ни Фараонин. Но практически никто из них не играл и в прошлых матчах. А ведь в прошлых матчах Верона на выезде 2-2 сыграла с Миланом, 1-1 с Ювентусом и 3-1 обыграли без проблем Беневента дома. В четырех матчах подряд Верона не проигрывает. В трех матчах подряд серия у них обе-зайбу ставка проходит. И они играют с Сусоло против одной из самых результативных команд сериала. Да, удивительно, Сусоло в прошлом туре 0-0 сыграл с Удинезой. Видимо, не смогли отойти от победы над Наполе на выезде 0-2. Но до этого мы видели и 3-3 Старины, и 3-4 с Болони обыграли, и 4-1 Кратоны, и 1-4 Специю победили. В этом сезоне вообще Сусоло не проигрывает. Четыре победы, три ничьи. В пяти седьмачах обе-зайбут проходят. Ну и, конечно же, последние личные встречи после карантина сыграли команды 3-3. Так что голы здесь будут. Еще я заметил то, что Сусоло в последнее время почти все свои голы в втором тайме забивает. Оба гола ворота Наполе во втором тайме, все три гола ворота Торино во втором тайме, и 3-4 голов ворота Болони Соло забивал во втором тайме. Так что две ставки у меня. Первая. Обе забьют плюс тотал больше 2.5, коэффициент на них 67, 3300 рублей я ставлю. Вторая ставка второй тайм. Индивидуальный тотал Соло больше одного, коэффициент 2.22, 2800 рублей я ставлю. Соло, конечно, здесь фаворитами являются, потому что травмированных у них практически нету, а у Верона достаточно много кадровых потерь. Рома играет против Парм. Вот у Ромы потерь еще больше, чем у Вероны. Джека, Кумбула, Сантон, Пилигрини, Фасио. У всех у них коронавирус, и они в этом поединке не сыграют. Смоллинг, пищевое отравление тоже под вопросом. Девара до сих пор травмирована, его давно нету. Так что, в общем-то, огромное количество потерь, особенно в линии обороны, ну и в линии атаки тоже Джека не будет. Тяжело будет у Ромы в этом матче, потому что Парма очень хорошая, наверное, одна из лучших контратакующих команд серии А. В прошлом туре Рома 1-3 обыграл, наверное, худшую команду из сезона Джену, но все равно пропустил даже от них. 2-0 победили до этого Ферентину, 3-3 сыграли с Миланом, 5-2 переграли Беневентов. В 3-4 матчах серия у Ромы обе забьют проходят. Парма разошлась с миром 0-0 с Ферентины. До этого 2-2 сыграли с Интером и Специей, 3-2 уступили Удинезе, 1-0 обыграли Верону. В 5-6 матчах Парма забивает, в последний раз друг с другом после карантина играли. Рома победила 2-1, проигрывая по ходу матча 0-1, но сейчас испытывает огромное количество кадровых потерь. На обе забьют низкий коэффициент, поэтому я возьму индивидуальный Тутл Парма, больше, но коэффициент 2-0-1, 2800 рублей оставлю. Самдори играет против Болони, естественно, в этом матче тоже мы ждем голы, потому что две довольно результативные команды. Болони уже пропускают практически в 40 матчах подряд в серии А. Самдори, в принципе, неплохо началась сезон, 3 победы в 5 матчах, они и 1-2 Ферентину на выезде обыграли, и победили Латсу 3-0, и 1-3 на выезде Таланта. Но вот в последних матчах 1-1 сыграли с Джену и 2-0 уступили Калери, но правда надо отметить то, что матч против Калери, большая часть матча Самдори играла в меньшинстве, удалили защитника Аржела, и он в этом матче не сыграет. Болони же тоже испытывает большое количество кадровых трудностей, именно поэтому они не забили Наполи, хотя, в принципе, в конце могли это сделать. 0-1 они им уступили, до этого, правда, 3-2 победили Калери, 2-1 проиграли Латсу и 3-4 уступили Сусоло. В трех из четырех матчах у Болони проходит ставка обе забьют плюс тотал больше 2-5. В личных встречах в прошлом сезоне оба раза Болони оказалась сильнее Сампы, 2-1 дома и с таким же счетом 1-2 на выезде. Поэтому я ставку обе забьют плюс тотал больше 2-5, коэффициент 1-85, 3200 рублей оставлю. И, конечно же, угловые решили этот матч рассмотреть, потому что и те, и другие много угловых подают. Самдори подала 6 угловых матчей с Калери, 7 матчей с Джену, Болони подала всего лишь 4 угловых с Наполи, но это действительно мало для них. Но до этого 7 с Калери, 9 с Латсу, 7 с Сусоло, 10 с Беневента, 8 с Парми, 6-7 матчей у Болони тотал больше 10,5 угловых проходит. А в трех из шести последних игр тотал больше 16,5 угловых. То есть минимум 17 угловых было в половине из шести последних матчей у Болони. Да и в личных встречах в прошлом сезоне в первом матче 16 угловых подали, а во втором круге 17 угловых на двоих. Так что моя ставка угловые тотал больше 10,5, коэффициент 1-86, 2900 рублей оставлю. Наполи играет против Милана, у Наполи есть потери, Асимхен, Хюсай, Аспина не сыграет в этом поединке. Также Бакайоко под вопросом, но Наполи одержит 4 победы в 5 последних матчах. 0-1 обыграли Болони, 1-3 Беневента, 0-2 уступили от Сусоло в единственном матче, но в то же время 4-1, например, переиграли дома Таланту. И вообще Наполи обычный дом играет неплохо, если не считать эту осечку против Сусоло. У Милана уже не сыграет Ляо в этом поединке, также главный тренер Пиоли подцепил ковид и в этом поединке не будет руководить своей командой. В 2-2 Милан в прошлый тур сыграл с Вероной, в Лиге Европы 0-3 уступили, просто оконфузились матч против Лили, 1-2 переиграли Удинеза, 3-3 сыграли с Ромой, 1-2 обыграли Дерби Интер. В 4-х матчах подряд в серии А у Милана обе забьют проходят и в прошлом сезоне в личном встрече оба раза команды сыграли в ничью, 1-1 в Милане и 2-2 в Неаполе. В Неаполе хозяева имели кучу моментов, играли намного лучше, Милан там сильно отскочил. В общем, я думаю, что команды на сей раз объединяются голами, при этом, несмотря на то, что в Наполе больше потерь, именно их я считаю фаворитами, потому что дома Наполе действительно хорош. А Милан в последних двух матчах выглядит неубедительно. Поэтому мои ставки, обе забьют, плюс тотал меньше 5-5, коэффициент 1-75, 2900 рублей я ставлю. И фора 1-0 на Наполе, коэффициент 1-75, 2900 рублей я ставлю. А теперь РПЛ, три матча, Ротор играет против Урала, но слушайте, Ротор мне очень понравился матч против Тульского Арсенала. Команда уже в начале матча осталась в меньшинстве, и в меньшинстве Ротор атаковал, создавал моменты, сравнял счет и мог даже вырвать победу у Тульского Арсенала. В итоге 1-1 сыграли, очень достойно выступления волгоградцев, в этом матче не помогут Байрыев и Макаров, из-за дислификации пропустят игру. До этого Ротор в борьбе уступил 0-1 с СК, 1-2 на выезде брал Локомотив, и дома проиграл 0-2 Тамбова, где создал раз в 10 больше моментов, там не реализовал пенальти, в общем Тамбов просто отскочил. Но и Урал хорош, Урал дома до 20 играл с Спартаком, причем играл в атакующем манере и доминировал в этом матче. До этого 1-2 на выезде выиграли Уфу, в двух матчах подряд Урала обе забьют и проходят, но все-таки Урал довольно слабо выглядит в гостях. Собственно, эта победа на Дуфой стала единственной выездной за последние 8 матчей, до этого было 3 ничьи и целых 4 поражения. Ну и Ротор сейчас хорош, я думаю, что перерыв на матче сборных позволит Локараций наврать еще лучше форму, потому что мы помним, что они до этого на карантине сидели. Так что мне кажется, что Ротор в этом матче вполне может не проиграть, и голы в этом пыльнике должны быть. Плюс-минус равные команды играют, Урал тоже не будет закрываться в этом пыльнике, ну и Ротор тоже не будет играть особо вторым номером. Так что 2900 рублей я разделил на две ставки. Первый индивидуальный тотал Ротор больше одного, коэффициент 2 ровно, и обе забьют, коэффициент 2.11, 1300 рублей я ставлю. На первую ставку 1600 рублей. И угловые Роторы я решил взять. Если в начале сезона Ротор подавал мало угловых, то в последних матчах, ну сами посудите, 10 угловых Ротор подал матчи с Тульским Арсеналом, играя почти весь матч в меньшинстве. И дома с лидером чемпионата СССР 5 угловых. Мне кажется, что дома в Волгограде матч против Урала меньше 5 угловых, Ротор не подаст. Беру угловые, индивидуальный тотал Ротор больше 4.5, коэффициент 93, 2800 рублей я ставлю. Рубин играет против Ростова. Рубин, конечно, огромные кадры потери. Инбом, ключевой футболист, кореец, один из лидеров команды Хвича, Старфельд, Уремович. В общем, все сборники будут сидеть на карантине. Также Евтич получил травму, но маски тренируются, он под вопросы. В общем, эти четыре футболиста, это просто лучшие игроки Рубина на текущий момент, и их не будет. До этого Рубин 2-0 уступил Химиком, 1-0 СК Хабаровску. Три поражения в пяти матчах, и восьми матчах подряд тотал меньше 4.5 у Рубина проходит. У Ростова, конечно, есть тоже кадровые потери, но они привыкли играть без этих футболистов. 2-0 уступили с СССР, там Еременко пенальти не забил, 0-1 обыграли на выезде Спартак. И в последних шести матчах тоже три поражения у Ростова и три победы. Однако, лично встреча, в пяти матчах подряд Ростов не проигрывает Рубину, и тотал меньше 3.5 ставка проходит. Мне кажется, с учетом таких больших потерь, казанцам будет очень тяжело держать победу, и поэтому еще и много голов я не жду. Моя ставка 2х плюс тотал меньше 4.5, коэффицина не 71, 2800 рублей я ставлю. И последний матч с СССР играет против Сочи. Здесь у меня несколько ставок. Во-первых, вернулись трое у армейцев Щенников и Ахметов. Не факт, что они выйдут в старте, но, по крайней мере, в заявку должны попасть. За Инудинов и Фернандес под вопросом, кто точно не сыграет, это Дивеев, который получил довольно тяжелую травму сборной России. Поэтому снова, скорее всего, выйдет Васин. Мы знаем, что он играет ненадежно, он не уверен в себе. И поэтому это шанс Сочи, чтобы забить. У Сочи восьми матчей подряд обе забьют и проходят. Все еще, скорее всего, не сыграет Набоа. В прошлых матчах 1-1 сыграли с Уфой, там левые пенальти ворота Сочи поставили. 2-1 обыграли Локомотив, 3-1 на выезде уступили Динамо. 3-1 проиграли Зениту на выезде, но в то же время сыграли 1-1 с Краснодара, и мы 4-2 победили Ростов. Да, есть резкий перекос результатов у Сочи, дома они никому не проиграют. На выезде играет неубедительно, но все равно даже на выезде всем забивают. С СССР в свою очередь 3-1 уступил Финорду, 2-0 обыграл Ростов, но там пенальти Еременко не забил. То есть тоже могли ростовчане отличиться. 5-1 Тульский Арсенал, но пропустили. 3-1 Динамо, но прогусили. То есть обе забьют. С СССР тоже часто проходят. В последней личной встрече Сочи дома Армейцам 2-3 уступил. Поэтому первая моя ставка, обе забьют, коэффициент 2-15, 2200 рублей я ставлю. И также я решил рассмотреть угловые Сочи. На угловые ЦСКА, скорее всего, в Телеграме дам ставочку. А вот здесь взял угловые Сочи, потому что, ну, очень понравилась мне линия. Я думаю, минимум 3-4 угловых Сочи должны подать. У них средний тотал 5,7. Понятное дело, дома они подают больше угловых, плюс здесь довольно сильный соперник. Но 3-4 угловых-то должны все равно подать. Потому что ЦСКА позволяет зарабатывать соперниками угловых в среднем. В этом сезоне соперник ЦСКА зарабатывает 4,6 угловых. И вот в последних матчах 5 угловых матчей ЦСКА зарабатывали и Ростов, и Ротор, и Динамо вовсе вовсе 6. Поэтому я беру угловые. Недуальный тотал Сочи больше 3, коэффициентами не 65, 3200 рублей я ставлю. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Переходите в Телеграм с дополнительными бесплатными прогнозами по ссылкам в описании. Успехов вам! Увидимся в следующих видео. Продолжение следует...